Президент страны Касымжо Мартукаев в своем послании озвучил новый курс развития страны. Поставленные задачи обсуждены активом области. В послании поставлена задача уменьшения неэффективных проектов. В каждом регионе должны быть тщательно продуманы свои приоритеты. В целом в этом году в области намечено привлечь 230 миллиардов тенге инвестиций. Мы планируем в этом году привлечь 230 миллиардов тенге инвестиций. В оставшиеся 4 месяца необходимо привлечь 100 миллиардов инвестиций. Подрядчики, предприниматели подали 265 проектов. 95 из них уже в этом году принесут 29 миллиардов тенге инвестиций. Задача дня – восстановление экономического роста, поддержка пострадавшего в период ограничений бизнеса. По поручению президента на эти цели будут выделены солидные средства. Будет жестко контролироваться адресное распределение этих средств. Предприниматели региона должны получить свою часть из выделяемых 200 миллиардов тенге. И в этом плане мы ведем работу. Главная проблема предпринимателей – кредиты. В послании президент поручил в целях поддержки малого и среднего бизнеса обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам предпринимателей в пострадавших секторах экономики. Субсидирование процентной ставки должно охватывать период в 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧП, то есть 16 марта 2020 года. Это стало конкретным ответом на вопрос, который волновал бизнес-сообщество. В следующем году начнется строительство автодороги Казларда-Жесказган. Благодаря масштабному проекту будут открыты новые рабочие места, созданные условия для развития предпринимательства. Гульшара Абдекаликова, подводя итоги заседания, призвала актив основательно и системно заниматься поставленными задачами, работать на качество, а не на количество.